Здравствуйте! С вами программа Доктор Плюс. Я Яровой Владимир Владимирович. Сегодня у нас в гостях заведующая школьно-дошкольным отделением ВИДовской поликлиники Глоба Светлана Александровна. Мы хотим поговорить о прививках. Поговорим о самом насущном, которое сейчас есть. Это COVID-19. Наши антиваксеры. Что мы можем им сказать? Я не буду говорить о банальных вещах, о которых уже говорила не раз, что прививаться от COVID-19 нужно. Сейчас есть вакцина для детей с 12 до 17 лет. Я просто хочу в эфире ответить на те вопросы, которые обычно задают родители. Как переносится вакцина? Переносится вакцина детьми хорошо. Очень редко у кого температура выше 38 градусов, по крайней мере. У нас из 100 человек, у двух человек только такая высокая температура. Остальные детки перенесли легко. Второе. Всех беспокоит, есть ли там консервант. Консерванта в вакцине нет. Консерванты – вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других видов живых существ в пищевых продуктах, а также в лекарствах и косметике. Также обозначают вещества, замедляющие химическое окисление органических веществ с кислородом воздуха. А еще консерванты предотвращают появление неприятного вкуса и запаха, образование вредных веществ в продуктах, лекарствах и кремах. Есть вещества, которые мы используем в своей жизни. Вот у меня сейчас в руках инструкция к вакцине. И мы читаем, что здесь содержится. Трис – это вещество, которое является консервантом и защищает вакцину. Консервантом не в том плане, что алюминий или ртуть, как в других вакцинах. Это вещество, которое защищает вакцину от бактериального загрязнения. Оно не является токсичным абсолютно. Дальше. Натрий хлорид – все знают, что это такое. Сахароза – все знают, что это такое. Полисарбат-80 – это вещество, которое используется в кулинарии для стабилизации кремов, тортов и так далее. Натрий хлор – поваренная соль. Это один из важнейших компонентов нашего пищевого рациона. Основной поставщик ионов натрия и хлора, без которых невозможно образование главных составляющих желудочного сока – щелочи и соляной кислоты. Хлорид натрия применяют как вкусовую добавку и для консервирования пищевых продуктов. Магний хлорид – все знают, что это такое. Вода для инъекций. То есть никаких ненужных веществ в вакцине нет. Дальше. Спрашивают об осложнениях. Можно ли таким детям, не заражены ли они и могут ли они общаться с другими детьми? Абсолютно могут, так как вакцина не живая и она не передается другим детям, никаким путем. То есть привитой ребенок только ими. Я прошу прощения. То есть у нас в основном сейчас работают с спутником Ви. Спутник М он у нас называется. Ну, сейчас пошел для детей спутник М, а вообще спутник Ви. Значит, это векторная вакцина. Что это значит? Что там используется уже… Атеновирус как паровоз. 26-й тип в первом компоненте и 5-й тип в втором компоненте. И к нему присоединяется S-белок коронавируса, который заключен в антигене. Что такое S-белок? Это белок, который торчит, из-за чего и назвали короной. Шип корон. С помощью этого белка вирус проникает в организм, в клетку человека. Он не проникает, он за нее фиксируется и потом уже проникает в тот самый. А кроме того, у нас есть еще пептидные вакцины. Пептидная вакцина. Пептиды – вещества, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединенных в цепь пептидными амидными связями. Эпивак-корона – российская однокомпонентная пептидная вакцина против COVID-19, разработанная в БУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Пептиды вакцины копируют участки S-белка коронавируса. Это эпивак-корона. Пептидная – это выделяется часть белка вируса, и этот выделенный белок, тогда уже на него вырабатывается… Также является антигеном. То, что касается наших, еще это цельновирусное, к ним относится к ВИВАК. То есть, вот этот ослабленный, инактивированный вирус вводится, и на него вырабатывается уже иммунитет. То есть, вот наши – это вот такие эти самые. Но есть еще то, что касается… Ну, иностранцы любят РНК-вакцины. Они им больше доверяют, это, в частности, модерны и так далее. Но, что хочу сказать, что наша вакцина ничем не хуже. Она вырабатывает иммунитет у подростков. У 9 из 10 детей выработался хороший иммунитет. То есть, еще можно сказать, что если человек заболел, не обязательно в этом виновата вакцина. Если человек заболел, заболеет, в этом не виновата совсем вакцина. В этом виноват вирус, который попал в организм. Вакцина спасает от смерти и от осложнений. А заболеть привитой человек может. Это при любой вакцине абсолютно может заболеть. То есть, в принципе, вакцинация, она не приводит к 100%. Мы не можем купировать 100%… Гарантировать не можем 100% отсутствие заболевания, если человек или ребенок привит. Еще хочется сказать о том, что, во-первых, привитые легче болеют. И по интернету еще гуляет такая вот фраза, что до сих пор проводят какие-то там испытания на людях и так далее. Хочу сказать, что вакцина прошла три клинических испытания. Прошла успешно. И всегда забывают о том, что есть еще четвертое постмаркетинговое испытание вакцины, когда берется очень большая масса людей. И в производственных масштабах вакцина уже реализуется. И начинают вводить людям. И смотрят, читают все осложнения. И осложнения, опять же, частые осложнения. А какие частые? Все осложнения делятся на очень частые, когда одно на 10 людей введенных. Частые, когда осложнения на 100 людей. Нечастые, когда осложнения на 1000 детей. Редкое, когда одно осложнение на 10 тысяч. И очень редкое, когда на 100 тысяч. И вот вакцина изучается постоянно. Даже после маркетинговой использования вакцины человек вышел из поликлиники, споткнулся, уже считается как осложнение. Понимаете? Пусть оно будет очень-очень редкое, но оно записывается в аннотацию. Еще же нужно сказать, что в принципе такое огромное количество... Нужно сказать, что эти все-таки вакцины, они не прошли тот путь, который обычно проходят вакцины в обычных нормальных условиях. То есть испытания идут годами. А здесь была экстренная ситуация. И в этой экстренной ситуации пришлось работать именно таким образом. Естественно, что, скажем так, мы не можем полностью гарантировать стопроцентно, что они прошли все стадии. Но все-таки... Они прошли все стадии? Было исследование на базе больниц? Нет, они прошли эти стадии, но они не прошли их во временном отношении. То есть, если раньше для того, чтобы ввести вакцину в обиход, она принималась от 5 до 10 лет, то здесь произошло это в течение года максимум, а то и меньше. Владимир Владимирович, но ведь мы сейчас вакцины старые, АКДС, Горепаратит, Краснуха, мы следим за этими вакцинами. Есть ли какое-то действие вакцины, которое не укладывается в рамки? Я же совершенно не против того, что, в принципе, эта вакцина происходит ее постоянное изучение. Но другое дело, что все равно она не прошла весь тот период. Эта ситуация, скажем так, экстраординарная. И потому пришлось в таких условиях принимать эту вакцину. И вот плюс разработчикам, на самом деле, хорошая вакцина. Даже в таких условиях создали прекрасные вакцины. Я считаю, что наша вакцина лучше, чем импортная в данном случае. Ну, насколько я смотрел за этими самыми, ну, следил за вакциной, то она была сделана на базе вакцины, которую готовили для Эбола. Потому она практически уже была готова, и на нее уже просто нацепили аденовирус. Ну, и сам способ изготовления вакцин уже не новый. Естественно. То есть векторная вакцина, у нас и до этого были вакцины от гриппа моих. То есть способ-то знакомый. Ну, скажем так, что вот вся вот эта вот... Нужно сказать, что все-таки, как мое отношение, скажем, к коронавирусу и к заболеваемости, то я могу сказать, что вирус живет в популяции, и его задача не убить всех, а его задача жить в этой популяции. То есть сейчас по протяжении, скажем так, какого-то определенного времени мы сейчас видим, что все-таки изменяется вирулентность коронавируса. Вирулентность, от латинского, что значит «ядовитый», обозначает степень способности микроорганизмов или вирусов вызывать заболевание или гибель организма. Вирулентность является мерой заболеваемости, она зависит от свойств самой инфекции, а также от чувствительности организма хозяина. Вирулентность измеряется в количестве единиц микроорганизмов или вирусов, необходимых для заражения организма. То есть с каждым новым приходом, тут была дельта, она была сильная, сейчас омикрон, да, он заражает, но, скажем так, не такой он. Не согласна с вами в том плане, что омикрон – такая вот легкая болезнь, которую должны перенести все люди. Хочу сказать, что есть исследования шведских ученых, омикрон у детей, мягкий, в кавычках, омикрон у детей, были обследованы дети, у 20% этих детей возникали судороги. Причем это были судороги, а фибрильные, не на фоне высокой температуры, формировались очаги в коре главного мозга. То есть мягкий омикрон приводит все равно к осложнениям со стороны нервной системы. Поэтому говорить о том, что вирус стал легче, нельзя. Мы еще не знаем, как он себя поведет в будущем, да? Но мы еще не знаем, какие будут постковидные факторы у переваливших. И во что он трансформируется вообще, этот вирус, и сможем ли мы с ним жить, мы этого не знаем. Поэтому для того, чтобы обеспечить себя, если вдруг этот вирус трансформируется не туда, куда бы нам хотелось, мы должны привиться. Никто не выступает против вакцинации. Выступает? Нет, не имею в виду у нас здесь, в этом самом. Другое дело, что, в принципе, как поведение любого вируса, оно все-таки имеет определенную направленность. То есть нужно сказать, что вирус хочет закрепиться в популяции. Его основная цель. Значит, для этого ему нет... То есть вот как Эбола. Там смертность практически 80-90%. И она как началась в деревне, вся деревня вымерла, Эбола прекратилась. Так вот, потому она и не может расширяться, и она эндемична. Эндемичность от греческого «местный». Это свойство существовать или проявляться в определенной среде обитания, которое представлено небольшим географически локализованным участком. Может быть обусловлено пространственной изоляцией или разнообразными внешними факторами. Что касается патологии, то это проявление заболевания в определенной местности. А здесь вирус уже пошел по всему миру. Значит, его задача как раз вот прижиться в популяции, в нашей человеческой. Значит, он будет все-таки изменяться, и вирулентность его будет падать. Может быть, он будет изменяться, но в какую сторону сказать трудно, что вирулентность будет падать. Не знаю. Хотелось бы верить. Будем надеяться, что все-таки она будет падать. Потому что я сейчас, глядя и разговаривая, скажем так, со своими знакомыми, которые живут за рубежом, то они мне говорили, что уже не особенно обращают внимание на коронавирус при постановке диагноза. То есть, ну, во-первых, скажем, что сейчас объем заболеваемости очень высокий. И потому, ну, может быть, и у нас сейчас следуют какие-то эти самые... Вот в школе раньше, как только кто-то заболевал, всех садили в карантин. Сейчас карантин отменен. И заболели, просто заболевших удаляют, все остальные учатся дальше. То есть, в принципе, уже происходит изменение некоторое в том, как относятся к заболеваемости. Нет, я считаю, что это послабление, связанное как раз с характером заболевания, с тем, что, во-первых, объем, большие объемы заболевших вызывали в день. Представляете, в день было по 3-4 тысячи вызова на город видно. То есть, это большой объем. Конечно, доктора не справлялись, имея там в арсенале 8-9 терапевтов, там 2 фельдшера. Конечно, такой объем обслужить адресов никто не мог. Сейчас стало меньше вызовов. То есть, с наступлением тепла люди стали... Ну, может быть, и не только тепла. Во-первых, вакцинированные появились, куча переболевших и все остальное. Но это все, конечно, приводит к тому, что количество заболевших стало меньше. Стало меньше. И вот поэтому тактика изменилась. Что заболело сразу много. Считают, что какой-то иммунитет коллективный выработался. Это очень важно для того, чтобы в дальнейшем планировать все действия. Ну, считается, что все-таки, когда только начиналась эпидемия, все говорили, что достаточно 60-70%. А сейчас уже, говорят, 80%, а в некоторых странах уже есть и 100%, и привитых, и переболевших, и так далее. Ну, все время подходы меняются в зависимости от того, что происходит. Да, но в этом плане, хочу сказать, что Роспотребсоюз, они очень так вот динамично следят за ситуацией и постоянно меняют подходы, различные у них постановления. То есть, то карантин накладываем в нужный момент, ослабляем, когда уже этого требует ситуация. То есть, вот в такой ситуации живем. То есть, людям для того, чтобы избежать, скажем так, осложнений, и для того, чтобы легче протекало заболевание, все-таки лучше привиться. Коллективный иммунитет или иммунитет населения – это понятие, которое описывает эффект сопротивления распространению инфекции в некоторые популяции, когда значительная часть населения имеет к данной инфекции личный иммунитет. Вследствие этого ослабляется передача возбудителя от человека к человеку в популяции, что косвенным образом защищает от возбудителя других членов популяции, таким образом прерывая распространение заболевания. Я тоже так считаю. Вы привились? Я переболел уже два раза. Понятно. Ну, мы все привиты. Дети, внуки, родственники. Стараемся не болеть. Ну, это, скажем так, в моем случае это произошло один раз год назад. И вот сейчас вот тоже, в принципе… Не успела. Да. И, ну, я второй раз переболел даже с температурой. Первый раз вообще без нее. Так что, ну, у каждого по-разному. Тут, скажем, как работает иммунитет, то от этого и зависит. Ну, уповать, я говорю, на свой иммунитет особо-то не стоит. Во-первых, мы же можем потом еще после этого получить… Да. Еще не знаешь, чем это все закончится, потому что количество заболеваний в человеке растет. Раньше мы не видели такой статистики, чтобы у нас, допустим, заболеваемость детей была 800 на 1000. То есть из 1000 детей 800 имели какие-то хронические заболевания или отклонения в состоянии здоровья. Поэтому состояние здоровья населения ухудшается, вирус утяжеляет в течение хронических заболеваний. Поэтому я считаю, что лучше привиться, особенно детям и взрослым из групп риска. Уважаемые врачи, добрый день. У меня к вам два вопроса. Первый. Почему российская вакцина запрещена за границей? Здесь политика или есть какая-то другая причина? Второй вопрос. Можно ли поверх российской вакцины ставить иностранную? Причинит ли это какой-то вред здоровью? Спасибо. То, что касается всех прививок и нашего спутника ВИИ, то какой сейчас… Мы же приблизительно все знаем, сколько человек сейчас привито в мире. И сколько стоит вакцина? Ну, в первую очередь, скорее всего, это, кажется, это только деньги. В первую очередь, мне кажется, то, что не принимается спутник ВИИ, это все финансовые дела. Потому что даже где, в принципе, спутником уже привито более 200 миллионов человек в мире. А вот эти вот искусственно созданные условия, мне кажется, что это связано именно с этим. Я тоже так думаю. Об эффективности спутника была статья в уважаемом английском издании Lancet, где были показаны все результаты исследования. Вакцина признана во всем мире учеными. Но так как сейчас политизирована и наука в том числе, поэтому я считаю, что спутник не признается. Хотя он признан в 60 странах мира. Это о чем-то говорит, что все-таки те страны, которые лояльно относятся к России, они принимают людей со спутника. Я думаю, что они не только лояльно относятся к России, а у них есть возможность... Ну и научные данные, да. Да, научные данные и посмотреть, как... И они сами прививают своих граждан. И в принципе мы же даем технологию спутника. То есть мы не обязательно поставляем его. Ну технологию мы не даем, это коммерческая тайна. Имеется в виду, что... Ну почему Индия делает вакцину у себя тоже спутник? Ну производство может быть в каких-то странах налажено, но технология тем не менее держится в секрете. Поэтому широкая общественность в российских изданиях, интернет-изданиях, медицинских изданиях, не разглашается тайна производства. Потому что каждая компания имеет свою коммерческую тайну производства вакцин или смесей. Это на самом деле коммерческая тайна. Ну и нужно сказать, что в принципе, хотя государство в основном везде взяли под свое крыло вакцинацию, то извините, но каждая вакцина это приблизительно 50-50 евро. Вот и посчитайте, если даже сейчас привито уже больше миллиарда, то какой объем денежных средств... Ну вот ВОЗ обеспокоен, кстати, тем, что не привито у нас. Остаются страны, которые развивающиеся страны, да, бедные страны. Поэтому вот был одно время призыв не ревакцинировать своих граждан, а отдать эту вакцину на вакцинацию граждан стран, которые не могут себе это позволить. Ревакцинация – это мероприятие, направленное на поддержание созданного вакцины иммунитета, которое вырабатывается предыдущим введением вакцины. Обычно ревакцинация проводится через несколько лет после вакцинации. Что касается двойной вакцинации, спутник М, а потом зарубежными вакцинами, я думаю, страшного ничего нет, потому что при введении антигена вырабатываются антитела, и они будут только усиливаться при параллельном введении другой вакцины. Но хотелось бы, конечно, чтобы интервал составил хотя бы полгода. То есть это тот интервал, после которого можно делать другую вакцину. То есть не вакцины разные сами по себе, потому когда вы делаете, то различные механизмы будут задействованы в создании иммунитета. Механизм у нас идет один через Б-клеточный иммунитет, то есть лимфоциты, Б-лимфоциты. В шестой хромосоме содержится 125 антигенов, которые могут выработать 10-9 антител. Хромосомы – слово происходит от древнегреческого и означает «цвет и тело». Состоит из нуклеиновых кислот, объединенных в белковые структуры в ядре клетки. В них заключена основная часть наследственной информации, которая предназначена для хранения и реализации ее в клетке. Поэтому через один и тот же механизм происходит выработка антител. Они же все-таки цепляют разные отделы. Возможно, да, они цепляют разные отделы, но ничего плохого не будет. Если ребенок, например, находится в бессимптомном носительстве ковида, его вдруг привить, то ничего страшного. Чисто технически просто усилится выработка антител. Они просто будут разные, эти антитела. Будет часть иммунитета клеточного или Т-лимфоцита, гуморальный. То есть они будут цеплять немножко разные части иммунитета. Так что, в принципе, ничего страшного не должно случиться. Спасибо. Мы поблагодарим нашего коллегу. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на приглашение. И мы провели такой вот достаточно серьезный разговор именно по, скажем, штампам животрепещущей теме. Так что, будьте здоровы. Спасибо.